The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. The broadcast is now starting. 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 Но когда говорят, мы не договорились, мы там не понимаем какие-то требования от руководства, руководство, да, ну, все эти стандартные фразы опять спустило какую-то там дурь. Дурь она не потому что дурь, а потому что мы не понимаем. Почему не понимаем? Да, вот та самая колея двусторонняя, канал коммуникации двусторонний, то есть со стороны топ-менеджмента донесение информации о том, в чем настоящая, в чем истинная ценность услуги. Она не всегда будет проявляться в явном, вот в абсолютно явном виде. Ну, тут банальные совершенно вещи. Компания хочет нарастить свое присутствие на рынке, это одно. Компания хочет увеличить прибыль, это другое. Компания хочет, точнее говоря, даже не сама компания, ее владельцы хотят выгодно продаться, это третье. С точки зрения IT, это может быть три совершенно разных подхода. Ну, вот, для понимания в данном случае больше даже не столько айтишников, сколько, я надеюсь, у нас присутствует кто-то из бизнеса. Если компания хочет нарастить прибыль, IT может что? Сократить издержки. Если компания, точнее, если IT сокращает издержки, один из логичных путей, например, какой? Вывести часть решений в облачную инфраструктуру, не нести собственные капитальные затраты и издержки платить, ну, все облачные принципы. Только за то сейчас, только за то, за что, чем используем и так далее. А если компания хочет, опять же, не компания, а владельцы хотят продаться, то, наоборот, нужно нарастить свои капитальные активы. И операционка уже, все, решение, даже одно и то же решение, неважно, почта, корпоративная система, чего угодно, она уже будет строиться по совершенно разным принципам. Причем, в данном случае, если не донести это до IT-руководства на начальном этапе, то, собственно, вот ценности будут, ну, да, будет дешевая услуга, ну и что? А вы хотели увеличить стоимость акций при выводе на рынок, при выводе компаний на биржу. И так на каждом шаге, так абсолютно на каждом шаге. Снизить издержки, это на верхнем уровне, снизить издержки. Относительно чего? Снизить издержки удельные за счет увеличения оборачиваемости, значит, для IT это что? Увеличение количества транзакций. Снизить издержки за счет уменьшения прямых затрат совершенно другое. Вот, собственно, здесь как раз разница, ну, вот, которую я как раз сейчас открыл, да, так, для демонстрации и видна. Если это просто декларативное, ну, или декларативное красивое слово, и попросту говоря, значит, что приказное управление, то, собственно, что это будет. В общем, особо не будет, не будет понятно, что делать, да. То есть, сделай вот таким образом, точнее говоря, сделай это, почему, зачем, каким образом делать, может оказаться совершенно не, может оказаться совершенно нерациональным. Сервисное управление предполагает как раз все-таки договоренность. То есть, да, все, мы понимаем, естественно, что IT, когда находится внутри компании, это неравноправный бизнес-партнер, это, в общем-то, все понятно. Но понимание вот роли для заказчика, его конечных целей, без него выбрать даже вариант решения невозможно. Ну, понятно, что в рамках нашего, там, короткого семинара я куда-то особо глубоко погружаться не могу, но, как принцип, да, вот с теми же облаками он один из самых, наверное, наглядных. Опять-таки, что более важно, то, что сейчас там, не знаю, часто бывает на слуху, работа корпоративной почты надежность или какая-нибудь субъективная безопасность. Условно говоря, разворачивать внутри компании, разворачивать в том же облаке. Реализовывать на решениях собственной разработки, на решениях вендоров. Нету ведь нигде из этого однозначного ответа лучше-хуже. Реализовывать решения, ну, вот сейчас там в связи с понятными процессами, это немножко актуальность последние, там, года три утратила, но это же, я не знаю, там, лет 10, наверное, звучало. И даже мне приходилось участвовать в подобных, там, ну, проектах, когда, допустим, что внедрять? 1С или там сам? С точки зрения функционала 1С устраивает. С точки зрения некоего имиджа на рынке, опять-таки, стоимости цены, опять-таки, сам. У меня было давно-давно, уже 12 назад, не больше, там, лет 14 назад. Мы там для своих, там, сугубо нишевых решений писали потом по заказу клиента интерфейсы к их саб-системе. И саб-системы они реально использовали ровно два раза в год. Один раз в год для общекорпоративных отчетов, второй раз, когда приходили аудитория. Все остальное время работали на проприетарных маленьких системах. Вот отдельно даже вот им было выгодно заказать, я не знаю, в соображениях с нами не делить, кстати говоря. Ну, общий принцип понятен. Вот что в этом может помочь? Как всегда классификаторы, как бы это, в общем, банально не звучало. Это классическая, кто знаком, айтиловская классификация типов IT-услуг. Вот как раз ее имеет смысл донести-то и до своих руководителей, до бизнеса. Что означает та или иная IT-услуга, в данном случае мы, конечно, говорим под сервисом, под услугой, понимаем IT-сервис, IT-услугу для компаний. Тип первый – это вот просто поддерживающие сервисы, причем даже не для всей компании, для отдельных подразделений. Я вот чаще всего привожу в качестве примера какие-то там бухгалтерские подсистемы. То есть это не значит, что он не важный, он важный, но он не влияет на развитие. Он обеспечит работу бухгалтерии, ну, пары смежных подразделений. Ну, продавцы еще там работают, смотрят там стоимость поступления денег и так далее. Ну, что-то вот такое. Там склад там что-то вносит. Все. Значит, вложение инвестиций в услуги типа один, понятно, они будут ограничены. То есть они должны по минимуму свои функции выполнять и все. Ну, с типом третьим тут вообще все понятно. Как бы тут даже, что говорить, третий тип – это IT как услуга, это просто когда IT-услуга продается. Тип 2, конечно, сейчас самый распространенный, самый сложный, но он и самый интересный. Когда услуга является фактически неким таким скелетообразованием для организации, которая, ну, по сути, по своей не… IT. Ну, что, АБС-системы для банков, логистические системы там для крупных предприятий, ERP-системы. То есть когда предприятие полноценно не может работать без такой системы. Тогда как раз, да, IT становится партнером бизнеса, потому что, ну, любое производственное предприятие, ERP-система, логистика, складские остатки, финансовая аналитика, производство. То есть, опять-таки, если это распределенное, как большинство крупных современных компаний территориально, значит, все это увязать. Ритейл тот же самый, логистические системы в ритейле точно так же, ну, как иногда говорят, поставив мысленный эксперимент вниз, кто в ритейле работает, в этот момент аж передергивает. Вы выменили логистическую систему из ритейла, ну, что будет, ничего не будет. Торговля. Да, останется, да, вот торговля действительно там какими-то… Да, отдельными там точками и все, то есть, это уже вообще другой вид деятельности. Ну, вот тут как раз очень полезно такое управление, ведомое вопросами, вот, вместе ответить на вот очень простые вопросы. Кто заказчик услуги, то есть, кто будет ее потреблять и какой результат ожидается. В чем может помочь IT? Какие риски, какие затраты может нести IT? То есть, например, убрать риск человеческого фактора, человеческих ошибок. Ну, естественно, сколько это будет стоить, потому что на самом деле до сих пор при всей автоматизации какие-то операции до сих пор более эффективно выполнять рука. Да, кстати говоря, вот коллеги в вебинаре присутствуют, но тоже же понятно, там 8 лет прошло, как здесь специалисты вебинары запустили, но поэтому давно вот вы там получили, например, рассылку автоматически, там приглашение, все. Но когда-то на момент запуска и довольно длительное время, было, наверное, полтора, все вот эти рассылки, приглашения, отправки инструкций, они делались руками, с сотрудниками. Почему? Бизнес-процесс был не отлажен, автоматизация хаоса бесполезна по понятным причинам. Рабочее время, затраты на доработку внутренних корпоративных систем, даже не просто письмо автоматически отправить, это должно быть увязано со всей системой, вы регистрировались на этом мероприятии, вы попали в какие-то корпоративные клиентские базы, или вы там в них были, там есть ваш мейл, нужно отправить, сейчас и с новыми законами получить все согласия на обработку хранения. Это целый огромный бизнес-процесс, который для чего-то нужно. Чтобы его автоматизировать, он должен давать какую-то понятную, в общем-то, отдачу. Поэтому вот, услуга это то, что понятно бизнесу. Дальше вот, то, что говорят, риски, риски все забирают технологические на себя IT. Но технологические, но не бизнес-риски. Почему я начинаю с того, что, а что должно быть оконечно, или какие риски убираются? Ну, например, убираются риски человеческого фактора, допустим, в том же compliance. Ну, понятно, что один раз прописать процесс, допустим, тот же сбора, получения там согласия на обработку персональных данных, это более надежно. Рисков нарушения будет меньше, если этот процесс отладить автоматизировать, чем каждый раз там собирать вручную и нести соответствующие издержки. По мере, естественно, накопления опыта, вот тоже какие-то улучшения, ведь, ну, вот это послезавтра еще будем говорить, кстати, но это уже более айтишные вещи, кому интересно. То есть, как развивать услугу, то есть, в рамках одной команды, в рамках вот вертикальной интеграции команд. Но, по сути-то, когда проходит развитие, пользователи тоже что-то вот разбираются, начинают давать обратную связь. Значит, опять мы говорим о роли руководства. Руководство, ведь, ну, как часто бывает, вы нам должны сделать, да? Теперь, если руководство не побуждает пользователей давать обратную связь, что им там удобно работать, неудобно, где и как они теряют свое время, например, на каких-то операциях, вот, Андрей, вы говорили, там, исправить ошибки. Опять же, что считать за ошибку? Задержку на фактически важном бизнес-процессе. Да, задержку, потерь. Потому что, вот, опять же, пример, который был сравнительно недавно, там, может, где-то года полтора, там, по заказу бизнеса нужно что-то, там, допустим. Важные функции сейчас там таргетирование аудитории, да, с тем, чтобы предложение направлять на таргетированную аудиторию. Значит, чтобы аудиторию анализировать, надо, это стратегия развития, да, предложение, как сейчас у многих бизнесов, да, предложение узкопрофильных услуг, которые, вот, целевым образом направлены на очень такую выраженную аудиторию. Сейчас, по-моему, даже, ну, я не маркетолог, только это знаю, вот, именно со стороны, там, где-то постановки задач, разработки, что сейчас в мировом масштабе, даже, вот, если взять, там, 7 миллиардов людей на планете, в принципе, программа на таргетирование может таргетировать, там, из тысячи, полутора тысяч человек, которые, вот, объединены по очень-очень многим параметрам. Соответственно, цена такого предложения, ну, как ты говоришь, цена лида, да, там, цена предложения будет очень низкая. Потому что, ну, понятно, объем рекламы маленький, он очень целевой, значит, а, соответственно, возврат будет очень большой, потому что абсолютно целевая аудитория. В нужную уши, конечно, да, то есть, не как там это, вот, конверсия, я там считаю, общая интернет-реклама, там, 3%, это супер, ура, все молодцы, китов, 3%. Вот, значит, там, по нашим продуктам, вот, я уж, ну, про свою компанию говорю, вот, сейчас, значит, последние, как говорится, разборки были, 60% конверсия мало, значит, там, все негодяи. 60% мало, таргет 90% конверсии. Но это абсолютно узкоцелевая аудитория. Это снижает затраты, да, это вот как раз, с чего мы начали, один из стратегических подходов, снижение затрат, увеличение клиентской базы за счет того, что обращение идет, вот, да, Андрей, спасибо, хорошую фразу дали, в правильные уши. За счет чего можно снизить, ну, с другой, вернусь к этому примеру, с которого она начала, потом ушел с него, что вот это вот таргетирование, значит, надо эту информацию как-то собирать, на сайте вводится там, даже не на сайте, а в CRM-системе, нет, не на сайте, в CRM-системе, вводится пара лишних полей, ну, чтобы человек запознал, понятно, можно было таргетировать. То есть, персонал, который работает с клиентами, говорит, что два поля, при работе с каждым клиентом два лишних клика, два лишних клика, это потеря там, что-то порядка 20 звонков в день. Всего на все. 20 звонков в день потеря, это колоссальные потери. Значит, какая задача сразу? Уменьшить количество кликов, поменять, да, там, поменять интерфейс, чтобы можно было эту же информацию собирать меньше. Вот как раз ответ на второй вопрос. Все ли сотрудники знают о стратегии развития, потому что иначе, ну, собственно, то же, что и говорилось про IT. Да, конечно, Андрей. Я работал в Дуане, там, вижу, миссия, ну, порядка 30 часов, ее никто не читал. Ну, это уже вопрос донесения. То есть, конечно, документ больше двух-трех страниц, ясно дело, что никто читать не будет. Это же, как бы, ни нами, ни здесь придумано, да. Это уже вопрос донесения. Да, на самом деле, вот если так говорить, допустим, смотрите, отчасти ответ на вашу реплику, вот во второй части вопроса. Есть ли у каждого сотрудника четкое понимание положения? Потому что, если говорить так, каждый сотрудник на своем рабочем месте реализует свою часть задач, вот его часть в этой стратегии может отображаться. И, ну, отображаться, доводиться до него, да, то есть не все там 30 листов, да, вот тоже фактически таргетирование на определенный персонал. Тогда сотрудники могут давать предложение по улучшению. Вот, кстати говоря, в этом кейсе, про который я говорю, там, реальная ситуация развивалась примерно таким образом, что, ну, опытные сотрудники клиентского пула, они, то есть вот эта информация про 20 минут, они ее сами посчитали. И сказали, так, ну, стоп, у нас задача какая? У нас задача, там даже не продать больше, там более сложные показатели, а обеспечить именно, то есть они понимали, ну, вот на примере, допустим, вот класса, коллеги, кто на вебинаре, большинство, вы можете вот там веб-камеру посмотреть, у вас должна быть ссылка на класс, да, вот сейчас, ну, понятно, сейчас у нас семинары, это ладно. А вот так вот, представляете, вот класс пустой, да, важно не просто больше, допустим, продать, а важно, чтобы не было пустых мест, потому что ведь идут постоянные затраты, да, там, класс, освещение, там, и все прочее, прочее, прочее. Вот, я говорю, тут представьте, у нас 20 минут теряется, значит, насколько меньше мы можем, то есть решая одну задачу точного таргетирования, можно упустить другую задачу. Вот как раз сотрудник, если это понимает, он может дать четко какую-то обратную, обратную связь о том, что, да, окей, нам нужно таргетирование, но у нас есть и другие задачи, повышение, например, прибыльности за счет, там, снижения остатков на складе, более полного наполнения, там, клиентских мест, это, сейчас секунду, вот, вот подобные вещи. Тогда обратная связь как раз может дать вот эти вот самые точки роста, да, Андрей, пожалуйста, вопрос, а потом перейдем уже тогда к портфелю, да. Специалисты правильно понимают, что много аудитории бывает. По-моему, как раз нет. Тут сейчас летом, если вы видели, летом это как раз, это лето, а вообще нет. Ну, я здесь не живу, извините. Вот, ну, я поэтому и говорю, да, вы-то бываете как раз как клиент, хотя и частый. Вот, но нет, это вот как раз, да, и есть одна из задач, ну, какая разница, это там, специалист, это обучение, простаивающие производственные мощности служат. Слушайте, ну, это остатки на складе. Остатки на складе, да, все явление одного порядка, это все явление одного порядка. И поэтому вот в управлении IT достаточно давно появилось это понятие управления портфелем услуг, что, кстати, как раз, я надеюсь, коллегам топ-менеджменту как раз очень понятно, да, что такое портфельное управление. Да, управление по приоритетам, распределение ресурсов по приоритетам. Вот то же самое, куда направляются приоритеты. Соответственно, тогда IT-услуги, в соответствии с их вот этой ценностью, отдачей, с теми же, вот как вы там говорите, инцидентами, которые возникают с боями, они приоритизируются по объему вложений в них ресурсов. И портфель состоит из трех классических составляющих. Это конвейер, каталог и удаленные или пенсионные сервисы, как их называют. Почему? Потому что все эти три группы требуют определенных затрат. Конвейер это что такое? Те услуги, которые готовят скрупскую, то есть они на разных стадиях создания. То есть это фактически речь идет об инвестициях в проекты. Речь идет об инвестициях в проекты, ну, может быть, в программы проектов, если крупная компания. То есть это именно чистая инвестиционная фаза. Но это затраты на IT-услуги. Сейчас не берем вопрос, как там распределяются эти затраты, потому что понятно, что есть распределение, которое предполагает, что затраты на IT-сервисы уходят в бюджет соответствующих подразделений бизнесовых, кто является потребителями, что, кстати, более правильно. Но это не сейчас, но мы далеко уйдем. Второе, это собственно каталог услуг, то есть те услуги, которые вот здесь и сейчас находятся в эксплуатации. Значит, это затраты на операционную деятельность, опять-таки их приоритизация по услугам. Ну, сервисы, выведенные из эксплуатации, это немножко более такая вещь специфическая. Почему на некоторые выведенные из эксплуатации сервисы все равно в течение какого-то периода времени придется нести затрату? Потому что, ну, опять же, коллеги, кто, по крайней мере, к тем, с кем мы знакомы, обращаюсь, то есть за эти, да, это может быть определенная сохранность инфраструктуры данных на период, пока возможен роллбэк новой версии, это определенные нормативные регулирующие требования в целом ряде отраслей, когда данные, ну, информацию нужно хранить в течение какого-то определенного периода времени достаточно. Там закон яровой, допустим. Ну, черт его знает, это, наверное, тоже, но есть вполне более, как сказать, нормальные, логичные вещи. Допустим, вот все, что связано с медициной, там минимум действия, а по некоторым видам заболеваний там до 70. Частей для уже устаревших поверхностей. Совершенно верно, это как аналог, да, то есть, ну, я почему про медицину, потому что, когда работал там в страховании, с этим сталкивался, кстати, вот здесь в образовании тоже там до 70 лет надо хранить там по определенным позициям информацию, данные. Никто же не будет из системы в систему при обновлении версии таскать, нет. Ну, какой-то минимум инфраструктуры, там, хранилища, там, дикой, еще что-то, поддерживать придется, то есть, это все равно какие-то минимальные, но затраты, ну, с точки зрения финансового менеджмента, по-моему, даже нельзя назвать инвестициями, но все равно это затраты, потому что иначе. Вот, и, соответственно, вот продолжает этот контрольный список вопросов. Существует ли портфель проектов, то есть, что значит портфель? Структурированная информация о том, какие проекты по разработке ведутся, какой проект предназначен для достижения каких целей предприятия, стратегических, там, рыночных, прибыльности, финансовых и так далее. Есть ли анализ спроса на услуги? Ну, согласитесь, наверняка в любой компании, особенно в крупной, есть ли, отменяюсь, системы, которыми уже забыли, когда последний раз пользовались, да, и начинают там пользователи искать, чуть ли там не спецопросы делать из серии. Кто использует такое? Что вы в ней делаете, расскажите, да? Звучит бритон, но ведь есть такое. Есть такое. Значит, это что? Это кандидат как раз на выведение из эксплуатации, то есть, на минимизацию затрат, а может быть и вообще на удаление этой услуги полностью. То есть, когда ведь говорят вот об этих ритяде, это же не значит, что все услуги, которые выведены из эксплуатации, они в этом ритядают. Нет, есть услуги, там, где не надо хранить данные, инфраструктуру, нет вот таких там требований. Ну, понятно, они выводятся, и все, они уже больше не существуют. Сантовского формата, где иди, и складирование в шкафу. Ну, а это тоже место, это тоже затраты, это затраты потом срок проверять, что оттуда можно достать данные. Человек уволен был. Ну, а значит, это уже дурные затраты. И вот, исходя из вот этих градаций, что это за тип услуги, первый, второй, третий, какие решают задачи. Есть вот такие традиции IT-услуг по их инвестиционной ценности. Услуги, ну, так называемые RTB, которые направлены на теку и решение текущих задач, это вот как раз поддерживающие. Есть ресурсы, да, которые направлены на расширение, да, организации. Ну, здесь написано расширение спектра услуг, это может быть расширение спектра услуг, может быть, это просто увеличение мощностей, открытие новых производств, филиалов там и так далее. Либо наиболее такие вот радикальные, это вот transform the business, это, соответственно, предложение каких-то новых услуг, принципиально новых услуг, которые позволяют организации выйти на новые рынки, но они же, в общем, как правило, являются наиболее рискованными, ну, как обычно, да. Чем выше уровень прибыльности, да, чем выше уровень определенности, а венчуры следовательские, венчурные, они всегда высокорискованные. Соответственно, вот три градации инвестиционных. RTB обеспечивает текущее функционирование и надежность, но не дает роста. Grow the business обеспечивает рост, но такой, как бы, плавный, текущий, невзрывной. TTB обеспечивает взрывной рост, но зато является наиболее рискованным. Как формируется обычный портфель? Обычный портфель, такая совершеннейшая классика менеджмента портфельного управления, это всегда балансировка портфеля, чтобы вот этот общий фонд ресурсов распределить так, чтобы и, с одной стороны, обеспечить текущее стабильное функционирование, банально, компания не вылетела с рынка, но и при этом вкладываться вот в проектирование каких-то новых услуг, которые могут позволить компании реализовать какие-то новые, ну, вот как раз статистические инвестиции, выйти на новые продуктовые рынки, ну, собственно, чем сейчас очень многие компании занимаются, тут опять, что там далеко ходить за примерами, да, взять тот же банковский сейчас бизнес, который сейчас себя все дружно стали называть финансово-технологическими компаниями, да, когда, ну, да, финтех тот самый, да, или опять же, ну, вот, раз уж здесь присутствуем, большинство присутствует в режиме онлайна, сейчас все привыкли, когда мы это начинали, это было достаточно новое, это новое было направление развития, и оно прямо конкурировало внутри компании, оно конкурировало с подходом открытия просто, например, новых филиалов, чисто вот региональных представительств, вот, поэтому вот я, когда занимаюсь, там, ну, консалтинг, компанию, то, что, как раз выстроить вот эту вот точку взаимодействия, но это, конечно, это не рядовые, не рядовые IT-сотрудники, это хорошо вообще, когда в компаниях IT-директор входит в состав совета директоров, тогда это, конечно, очень сильно упрощает, когда нет, то вот кто-то от совета директоров, конечно, хорошая практика, если выступает таким куратором IT, и как раз может вот доводить принятие решений, ну, не только принятие решений, а вообще все вот эти коммуникационные каналы, и на их основе уже принятие решений. И вот как раз исходя из типа инвестиций, роли сервиса, риска, вот возможные варианты решения по услуге. Минимальный, может быть, сохранить как есть, то есть, ну, да, классический принцип, работает, не трогать. Заменить услугу, это вот как раз, если вообще непонятно, с чем она нужна. Рационализировать, это исключение дублирования, унификация, соответственно, снижение издержек. Обновление, ну, это обычное техническое обновление, скажем, связанное там с вендорами, с устареванием парка. Реструктуризация, это более четко определить состав услуги, ну, и, собственно, прекратить действие. Ну, соответственно, следующий шаг, это уже как бы и на шаг ниже в уровне бизнес-руководства, это уже, как правило, руководители дирекции департаментов, разработка высокоуровневых требований бизнес-кейсов. То есть, как раз, вот, реализация сценариев работы. Вот здесь тоже, ну, это и ITIL, это MOV, я вот больше-то работаю по MOV, все-таки более Microsoft Operations Framework, если кто не слышал. Это над ITIL такая надстройка детализированная, где, в общем, такие достаточно абстрактные положения ITIL гораздо больше детализированы. Да, как раз, что представляет собой бизнес, вот, как раз. Кто наш клиент? Вот, заметьте, на этот вопрос отвечает не IT, на этот вопрос отвечает бизнес. Кто клиент, то есть, для кого мы работаем? В чем состоят услуги, в чем состоит продукция компании? Почему услуги компании покупают ее клиенты? А потом только ответить, а как это зависит от IT-услуг? Если это вот только что упоминавшийся финтех, ну, понятно, то там фактически невозможно разделить услуги, собственно, финансовые и IT-шные. Да, они встроены, это вот как раз тот самый третий тип, когда фактически IT-услуга продается, да, там, личный кабинет интернет-банкинга, это мобильный банкинг и так далее, да, да, фактически продается. А другой вариант на другом полюсе, опять же, никого не хочу обидеть, это просто вот как уровень, это та же бухгалтерия. Конечные клиенты компании зависят от сервиса бухгалтерии, ну, опосредованно. Счета выставлять, может быть, там, банк клиентовский, какие-то проводки, ну, то есть, как-то опосредованно. Вот здесь уже ответ на вопрос, а кто зависит от IT-услуг? Это внешние клиенты или внешние клиенты зависят опосредованно, непосредственно от IT-услуг? Зависят внутренние пользователи, сотрудники. Как они с ними работают? То есть, вот буквально, каким образом работают? Как их рабочие операции выполняются? Что они делают? Сканируют документы, вносят информацию, какую информацию, каким образом, в клиентские базы, учитывают товары на складе, работают со сканерами штрих-кодов и так далее. И самое главное, а зачем это надо? Чему это представляет какую-то ценность? Вот, например, взять любой складской учет, ритейлер, производство, где угодно. Работа с штрих-кодами. Вот мы уже сейчас с вами все привыкли, что штрих-коды есть, это как бы нечто, само собой, данность. Я вот сейчас читаю трилогию очень интересную. Может быть, слышали, такой достаточно популярный автор Элвин Тофлер. У него вообще страшный визионер, его страшно читать. Его книги, написанные в 70-е годы, такое впечатление, что читаешь какой-то интернет-портал последних новостей. Вот, вот, он как раз в одной из книг описывает, эта книга 91-го года. Вот он как раз описывает, что в 91-м году, вот как раз, это где-то примерно переходный период, когда повсеместно стали... Что это дает, почему это получило такое повсеместное распространение? Потому что позволяет унифицировать логистические цепочки между не только разными подразделениями, но и принципиально между разными предприятиями. Соответственно, существенно снижает издержки на передачу товара, на их учет, на издержки на исправление каких-то ошибок при этих передаче, учете и так далее. То есть мы даже не берем там какие-то издержки, связанные с воровцом и прочими совсем, можно сказать, серыми действиями. Но вот это, возможно говоря, ответ в том, в чем ценность. Снижает издержки, позволяет взаимодействовать со многими поставщиками, не быть замкнутым на одном поставщике. Всего-навсего использование штрих-кодов, ну и соответственно там штрих-кодов, их дальнейшее там портирование в соответствующие системы учета. И вот есть такая область деятельности, которая в ITIL описана, но которая совершенно не айтишная. Это управление взаимоотношениями с бизнесом. Это такая вот область деятельности, которая на стыке, вот как раз какие-то хорошие коммуникаторы высокого уровня, там какой-нибудь там замгенерального, который заинтересован в IT, который еще просто сам по себе хороший коммуникатор. Даже вот такие немножко личностные факторы, да, который умеет организовать на постоянной основе вот такие вот встречи или какие-то электронные площадки обмена, где можно выявлять спрос. Я даже не разделяю там все эти процессы ITIL-овские, не в этом дело. В принципе, где вот эта информация, что может с IT, что делает бизнес, полевые эти самые точки. Вот почему, вот Андрей, я часто сказал, что не взять ли эти справа, эти инциденты. Может, люди к ним привыкли, умеют с ними справляться. Не надо на этом заостряться. Это возможный вариант. Я не говорю, что он правильный. Когда-то правильный, когда-то нет. Особенно, когда нет или оно слишком рискованное, оно слишком дорогое, там куча вариантов. Вот как раз понять, как работают. Да, и вот есть два ключевых понятия, опять же, это вот немножко о птичьем языке. IT, pattern of business activity и user profile. Профили бизнес-деятельности, профиль пользователя. Что такое вот эти вот профили бизнес-деятельности, модели бизнес-деятельности? Это как раз описание, ну, хорошо, если можно графически выразить, того, как то или иное бизнес-подразделение использует тот или иной IT-сервис. То есть, распределение территориальное, распределение, как вот здесь у меня примеры показаны, времени суток или какие-то годовые пики. Ну, опять же, тот же ритейл, да, там два известных годовых пика. Предновогодний, вот там, февральско-мартовский. Или там месячные какие-то пики. Сейчас вот, да. Лето во многих организациях спад. А в каких-то, например, туристических, наоборот, пик. Вы становитесь мертвым. Возможно, не знаю. Этот бизнес не знаю. Никто не бухает. Возможно, да. Вот. Для чего это нужно? Для чего это нужно? Понимание. Для того, чтобы IT-службы могли планировать перераспределение ресурсов. То есть, опять-таки, я здесь в большей степени, понятно, что не IT-шником прописанных истинных рассказов, а в большей степени как раз представителям бизнес-подразделений. И смотрите, если есть пиковая нагрузка, как вот, допустим, да, явно выраженная, она должна быть обслужена, и будет у кого-то отказ в обслуживании. Обратная сторона медали. Обратная сторона медали. Если мощности спроектировать под вот эту пиковую нагрузку, то все остальное время будет простой. То есть, это, попросту говоря, замороженные инвестиции. И даже не только замороженные инвестиции, а еще и излишние затраты на их обслуживание, поддержание и так далее. Вопрос, что делать? Вариантов много на самом деле. Но для того, чтобы их можно было применить, вот этот график надо знать заранее. Его нужно обсуждать, для того, чтобы можно было искать какие-то конкретные технологические решения. То ли перераспределение ресурсов между разными офисами, например. То ли, скажем так, follow the sun, да, по разным часовым поясам нагрузка распределяется. То ли перераспределение нагрузки, как это вот в ритейле, например, делается. Там разовый, в основном, годовой пик, но второй поменьше. И там прямо часть внутренних сервисов просто останавливается. И, соответственно, и люди, и технические ресурсы перебрасываются на критичные сервисы, которые этот пик должны обслужить. Но это, опять-таки, тут сказать очень просто. Остановить, перебросить. Значит, должно быть архитектура таким образом спроектирована. Подобрано оборудование, чтобы это можно было быстро достаточно перебросить. Профили пользователей. Вторая составляющая. Это, соответственно, то, как будет конкретный пользователь, то есть сотрудник, работать с тем или иным сервисом с программой. То есть просто, чтобы понимать функционал, порядок действий. Это вот такие вот описательные вещи. Это то, что часто юзкейсами описывается зачастую. Но, опять-таки, понимание. С другой стороны, как можно регулировать вот этот вот баланс спроса, предложения. Можно привязывать, например, какие-то условия. Ну, вот, в частности, то, что я сказал про ритейл. Например, какие-то услуги в пиковый сезон вообще не предоставляются. Скажем, ну, вот, когда я с ритейлом работал, там, с крупным, у них, например, была практика, допустим, с 15-го, ну, не вообще, с середины ноября, внутренний корпоративный университет, там, еще какие-то там сопутствующие внутренние университеты. Они просто останавливаются. То есть просто все. Все перебрасывается в торговые, на обслуживание торговых залов. Включая, кстати, и персонал. И серии, если ты такой умный, умеешь тренировать, как правильно продавать, все, пик сезона, иди сам продавай. Значит, если вот эти сервисы не нужны, эти все мощности в этот момент не нужны. Вот это есть как раз привязка условия. Есть более часто, конечно, используемые, ну, например, в пиковые часы, допустим, загрузки запрещено формировать какие-то отчеты комплексные, чтобы не нагружать. Есть такое, есть формирование, допустим, какой-то отчетности. Аналитика выносится, например, в часы минимальной загрузки, ну, допустим, в ночные, то есть перераспределение. То есть это уже оказание услуг. Но, опять-таки, это нужно понимать. Аналитические отчеты нужны в онлайн-режиме или достаточно, если они, например, будут обрабатываться один или два раза в сутки. Ну, вот это вот получило название так называемых дифференцированных предложений. То есть, опять-таки, это должно согласовываться на самых ранних этапах проектирования услуги. Иначе как раз, понятно, что окажется, потом ценности, в общем, никакой и нету в итоге. Следующий шаг. Следующий шаг. А вот теперь как раз тот самый бизнес-каталог, технический каталог. Как услугу, допустим, описали, да, так вот создали. Но услуга, когда предоставляется, она предоставляется, понятно ведь, что, ну, сейчас вот модное понятие стека, большим количеством технологических подразделений. Значит, тут дальше как раз возникает тоже очень серьезный вопрос. А как организовать работу внутри компании, самой IT-службы, структурно организовать? Можно идти по пути технологического стека. Это классическая сервисно-ресурсная модель. Опять же, коллеги IT, я думаю, все прекрасно знают. Вот, все прекрасно знают. Есть сервис, есть составные компоненты сервиса, есть отдельные технологические компоненты. За каждый из которых отвечает своя какая-то команда, да, и внутри этих команд есть определенные регламенты взаимодействия. Хорошая устоявшаяся модель. Удобная для управления, понятная для управления большинству топ-менеджментов. Там классические типовые подразделения, да, там, ну, здесь они названы группами, отделы, департаменты, все хорошо, все замечательно, все хорошо работает. Возможный вариант? Да, возможный. Но, как всегда, и идеала в жизни нет. Возникают, как всегда, только мы говорим о функциональной модели, всегда между департаментами возникают барьеры. Ну, может, не такие уж кирпичные стены, как тут на красивом рисунке нарисован. Определенные барьеры, да, вот это, как называют, местечковость, да. Каждый отвечает за свою функцию. Это все пытаются решить через процессы. Это один из возможных вариантов. Другой вариант возможный, который вот как раз сейчас, скажем так, популярен. Ну, правда, как все популярное немножко, ну, да, мода, она всегда немножко так срабатывает. И в плюс, и в минус. Но это девопс-культура. Кстати, вот хочу сказать, что в этом году новая версия ITIL-библиотеки ожидается, что выйдет. Вот, соответственно, там уже совершенно точно, там уже совершенно точно будет включено, как одна из новых хороших практик, рекомендуемых, как раз девопс-модель. Что такое девопс-модель? Это модель, когда вот как раз поддержка и разработка объединяются внутри одной команды. То есть все, что поддерживает ERP, это все одна команда. Ну, для ERP, конечно, звучит немножко наивно и глупо. Ну, как раз отсюда идет другая концепция, немножко другая концепция микросервисов. В чем плюс такой концепции? А это, соответственно, немножко другая структура, это немножко другая структура и организационная, да, немножко другая организационная структура. В этом случае за все, за проекты по выпуску, за изменения в сервисе, за текущую поддержку отвечает одна команда, которая обладает всем полным набором компетенций. Да, то есть решается, в частности, вот эта вот известная проблема из серии. Мы вот тут выпустили, а, соответственно, как вы будете поддерживать, это уже нас не волнует. Ну, правда, здесь возникает, здесь возникает и другая, здесь возникает и другая система барьеров. В этом случае минимизируются риски барьеров вертикальных, но возникают риски какие? Барьеров горизонтальных между вот этими командами, между вот этими разными микросервисами. Опять же, не лучше, не хуже. Это просто две модели, каждая из которых лучше подходит к каким-то одним предприятиям, к каким-то другим, но общее решение должно быть, какое значение, своевременно реагировать на изменения. Ну, в общем случае, как говорят, бизнес-требования, понятно, обстановка внешняя, технологическая, регуляторная, рыночная. И вот сейчас довольно модное такое понятие, как реактивность даже, ну, там по аналогии с agile манифестом выпустили манифест реактивности, да. Вот, то есть приложение должно быстро расширяться во всех смыслах этого слова, и с точки зрения нагрузки, и с точки зрения функциональности. При этом быть устойчивым и управляться через внешние какие-то простые воздействия, да. Вот, тогда можно говорить о решении как раз быстрых задач для адаптации приложений, для адаптации сервисов к бизнесу. Ну, вот, наверное, с учетом нашего ограниченного времени такая общая высокоуровневая информация, теперь я с удовольствием готов ответить на какие-то ваши комментарии и реплики. Пожалуйста, коллеги на вебинаре тоже задавайте вопросы, сначала там вот, либо questions, либо чат. Вот, ну, так дам слово. Коллеги, кто в классе, пожалуйста, я, в общем, готов прокомментировать. Ну, и, собственно, прокомментировать, как раз, где мы, вот здесь специалисты, погружаемся в те или иные аспекты, да. Как раз, вот, если посмотреть, вот со стороны IT, да, вот управление IT-службой, это взгляд, а со стороны руководства, это как раз вот, вот, как бы вот здесь мы такой пытаемся построить мостик. Это для классического как раз вот такого управления вертикально интегрированного. А вот это вот мостик как раз в сторону больше вот DevOps-подходов, да, вот где-то, кстати, да, вот он здесь, вот. Вот, да, вот и вот. Продуктовое управление, как раз, когда вся команда работает на один продукт, в этом смысле, кстати говоря, даже не важно, это продукт внутренний или продукт внешний, да. В любом случае продукт, сервис, услуга. Все, коллеги, пожалуйста, комментарии, вопросы. Есть ли у вас курсы по управлению продуктом? Ну, так кто-то что-то показал, Андрей. Есть, конечно, шхема курсов. Вот он. А схема курсов, она же, смотрите, да, ну, если кто не, вот, я же ее не придумал сейчас. Лучше всего искать, каким образом. На главной странице сайта, вот здесь слева, вот этот каталог, ну, направлений. Соответственно, вот, направление, а потом через вот эти, так называемые, интерактивные путеводители. Здесь все, ну, гораздо более, вот, структурировано. Сейчас я масштаб чуть уменьшу, что весь не помещается, да. Такой вопрос. Вот, как раз. У меня недавно позвонил менеджеру. Да, есть у нас курс, все хорошо, записывайте. В каком раз, и уясняется, что это где-то ноябрь, октябрь. Ну, Андрей, к сожалению, да, как всегда, лето, как всегда, лето. Я даже, например, понимаю, знаю, про что вы говорите. К сожалению, да, я знаю, что это, может быть, не самый приятный вариант. Нет, ну, это же та самая сезонность бизнеса, это же та самая сезонность бизнеса. Потому что летом, когда сезон отпусков, какие-то узкопрофильные, они хуже пользуются спросом. Вот, поэтому, ну, к сожалению, это так, да, вот сейчас действительно такой немножко не сезон. Потом все это вот где-то там с сентября все будет более активно, более активно нарастать. Ну, а неестественно, всегда можно. Да, всегда, всегда. Ну, если там соответствующий тренер не оказался в этот момент там вдруг чем-то загруженным. Но, в принципе, да, другое дело, вы прекрасно понимаете, что да, ну, как бы стоимость. Да, пожалуйста. Прошу прощения, не могу удержаться. К сожалению, от комментариев можно? Да, конечно. Я прочитаю, потому что не все, может быть, видят, кто должен в смысле эффективности инициировать организацию работы IT-бизнеса или IT. Что может идти в случае, если бизнес не заинтересован даже при обосновании выгод для него? Уйти к другому бизнесу? Ну, наверное, да. Так, вот, если честно, совершенно то да. Ну, если это не IT-бизнес, если это не IT-бизнес, то нет реакции на обоснование. Ну, естественно, IT ничего сделать тут уже переломить не может. Ну, посмотреть, ну, во-первых, конечно, наверное, надо посмотреть на себя, насколько корректно идет обоснование, да, потому что никогда не надо забывать. А вдруг это мы сами со своей стороны не очень корректно обосновываем. Но если это действительно так, то да, нужно понять, что перспектив дальше нет. Развитие – это уже некий тупик. Будем послезавтра. Ну, послезавтра такой же вот часовой семинар, как раз только там тематика уже чисто такая внутри-IT-шная. Это как раз организация работы IT-команд по принципам вот традиционным, как их сейчас называют, хотя я это слово не люблю, вертикально интегрированным и по принципам девопса. Да, как вот, как это можно совместить. Вот, как раз то, что я сейчас вот обозначил, да, что организационно и так, и так можно, да, это вот для понимания как раз там руководства, там, как дробить эти структуры, орг структуры делать. Там вот мы как раз поговорим именно изнутри более, ну, чуть более подробно, все равно, конечно, там в рамках часа что там можно. Вот, как там девопс встраивается в IT-овский цикл, какие у него там ограничения и так далее. Ссылочку сейчас посмотрим. Ну, там на сайте...